Трансляция премьеры из Дворца культуры имени Куйбышева велась всеми радиостанциями СССР. Симфония произвела поистине ошеломляющее впечатление на всех, кто ее услышал. Город на Волге оказался в центре культурного события мирового масштаба. Перед началом концерта на фасаде театра оперы и балета красочное световое шоу «История создания симфонии Победы». Дмитрий Шестакович начал писать музыкальное произведение в блокадном Ленинграде, после чего вместе с семьей был эвакуирован в Куйбышев, где в 1942 году закончил работу. Впервые Седьмую симфонию исполнил оркестр Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Ровно 80 лет спустя она вновь прозвучала со сцены Самарского академического театра оперы и балета имени Шестаковича. Великий композитор заложил судьбу и ощущение гордости, величия, трагизма, страдания и победы. Все в этой музыке. Я думаю, что эта великая музыка стала нашим духовным оружием в разгроме нацизма. Сегодня я очень рад тому, что память об этом великом событии, благоговейный трепет перед величайшей музыкой и гением Дмитрия Дмитриевича Шестаковича в сердцах всех жителей Самарской области. В годы Великой Отечественной войны Ленинградская симфония стала символом неизбежной победы, до которой было еще далеко, но в которую все верили и ждали. 80 лет спустя, как и в день премьеры, зал театра оперы и балета был полностью заполнен. Для всех желающих услышать произведение, не выходя из дома, была организована онлайн-трансляция через систему виртуальных концертных залов. Для нас это событие является чрезвычайно важным. И когда возникла идея в связи с 80-летием исполнить в Самаре день в день, час в час, когда это исполнялось, эта симфония 80 лет назад, мы мгновенно откликнулись на это, отложили все дела. Да, и сегодня мы здесь, в Куйбышеве, в Самаре. В театре организовали выставку, посвященную Седьмой симфонии Шостаковича. На полу разместился подиум, на котором посетители могут увидеть рассадку музыкантов оркестра. В качестве экспонатов представлены документы, фотографии и музыкальные инструменты тех лет. Дополняет выставку видеоэкраны и интерактивные стулья, прикоснувшись к которым можно услышать аудиозаписи воспоминаний музыкантов. Есть три таких стенки, которые рассказывают о жизни Шостаковича до переезда сюда в Самару эвакуацию, в Куйбышев, о собственном его нахождении здесь, о быту, о работе над Седьмой симфонией и еще рассказ о Седьмой симфонии после уже премьеры, когда она пошла по миру. В подготовке выставки приняли участие творческие жители города. Виктория Гаврилова – художник и музыкант. Ее пригласили помочь с оформлением стен. Говорит, наклеила не меньше сотни плакатов. Для того, чтобы погрузить посетителей в атмосферу тех лет, применяли особую технологию состаривания бумаги. Лично для меня, для музыкантов самое интересное – это ноты, посмотреть протестуры, в принципе, это самое интересное. Потом, звучащие стулья, просто послушать, что там говорится, это очень нужно сделать. Постараться прийти пораньше, например, на концерт купить билет и прийти пораньше, чтобы послушать именно какой текст. Выставка продлится до конца марта. Увидеть ее могут все зрители, которые придут на любое представление. По словам организаторов, посетить экспозицию можно будет и бесплатно в составе группы по предварительной регистрации в социальных сетях театра. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. Магомедов, Николай Сидоров.